В воскресный день Клинский джаз-клуб открыл свои двери всем, кто говорит на одном языке. Языке свободы, импровизации и горячих ритмов на языке джаза. Участники известного коллектива Оркестра Солнечногорского муниципального района первыми окунули зрителей в бурлящий океан зажигательных мелодий. Мне очень понравился оркестр. Этот джаз, который они играли, меня тронул. Так как я раньше танцевала, мне захотелось потанцевать под этот джаз. По признанию музыкантов Солнечногорского муниципального оркестра, джаз они исполняют нечасто. Но когда организаторы предложили им участвовать, согласились не раздумывая. Шикарная вообще идея сама по себе, понимаете. Давно уходит с арены музыка «Ласкового мая», потому что это немножко просто и слишком примитивно. Это музыка для ног. А вот тем людям, которым интересно послушать, воспринять через ум, через душу, через сердце, вот это как раз то, что сегодня здесь происходит. Другой джаз, современный, озорной и напористый, прозвучал в исполнении солнечногорского коллектива «Хендмейд». Ребята исполняют музыку разных направлений – рок, латино, фьюжн. Но джаз – самый любимый, его они готовы играть хоть сутки напролет. Ведь джаз может аккумулировать в себе все эти музыкальные направления. Джаз – это свобода. Это слово уже все, в принципе, говорят. Чувствуешь в нем довольно комфортно себя. И получаешь искренное наслаждение. Несколько джазовых композиций с группой «Хендмейд» исполнила известная солнечногорская певица Антонина Спиридонова. По словам вокалистки, джаз для нее – это не просто состояние души, это часть ее самой. Родилась уже в джазе, поскольку родители – музыканты оба, и я сросла с этой музыкой из самых пеленок. Организаторы отмечают, что в этот раз на джем-сэйшн высадился настоящий солнечногорский творческий десант. Четыре коллектива из восьми заявленных были из нашего города. Клинский район представляли группы. Ансамбль «Ретро-джаз», группа имени Градова, певица Светлана Шикун-Василевская и кларнетист Николай Никулин. Впечатления очень, очень прекраснейшие впечатления. На данный момент просто прозвучали прекрасные произведения, особенно из старого образца. Было приятно послушать. Давно забытые мелодии, как говорится, я бы их назвал. Впечатления очень приятные. Новые исполнители, в прошлый раз были другие. Радует, что как-то подключается народ. Спасибо организаторам, кто это все придумывает и создает для нас такую сказку. Организаторы разделили мероприятия на две составляющие. Первая – концерт, во время которого музыканты знакомят слушателей со своим репертуаром. Вторая – для искушенной публики – джем-сэйшн. Джем-сэйшн можно описать одним словом – импровизация. После концерта музыканты собираются в теплой, уютной атмосфере и импровизируют на темы известных музыкальных композиций. Этот элемент, этот элемент, он на сто процентов импровизационный. То есть импровизация по музыке, импровизация по составам. И в общем-то, что из этого получится, и это будет происходить только здесь и сейчас. Организаторы планируют, что поклонники джаза смогут не расставаться со своей любимой музыкой круглый год. Подобные музыкальные вечера будут сменять один другой, как времена года. В этот раз слушатели были окутаны мелодиями зимнего джем-сэйшна. А значит, не за горами весенней и летней джемы. Татьяна Бауэр, Евгений Корнилов, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова